всем привет с вами руслан компания triolink мы сегодня с вами обозрим то что он незаслуженно обходили вниманием на протяжении нескольких лет девайс компании микротик семейства хаб модель хаплайт это самый популярный роутер компании микротик который мы продаем тысячами штук собственно почему он столь популярен чем хорош чем примечателен давайте его распакуем посмотрим что он собой представляет и я постараюсь максимально детально рассказать чем же обусловлено это бешеная популярность комплект поставки входят вот такой крошечный quick start guide сам роутер и скромный блок питания с интерфейсом micro usb и так сам хаблайт выполнен он вот в таком аккуратным достаточно непримечательным на симпатичном корпусе кстати есть точно такая же модель хаблайт tower она называется в отличие от этого роутера он выполнен форм-факторе позволяющим ставить его вертикально собственно этот хаблайт вам ничто не мешает поставить вертикально но у него нет таких вот ножек книзу на верхнем торце у нас написано модель семейства на боковом торце правом получается если смотреть на его фронтальную часть кнопка переключения режимов заглушка для порта юсби здесь порта юсби не предусмотрено поэтому заглушка осталось осталось видимо от какого-то старшего брата боковой торец противоположной стороны девственно чист как и задней на переднем торце расположены 400 мегабитных порта ethernet три из которых могут использоваться для подключения интернет провайдеров также здесь есть светодиодная индикация активности роутера статус питания кнопка reset она же кнопка включения vps и порт микро юсби для подключения блока питания на нижнем торце отверстия для монтажа роутера на стену и противоскользящие ножки которые еще завода намертво приклеены к роутеру вот собственно и все простейшая конструкция весит он совсем мало примерно по ощущениям грамм 100 буквально может быть даже еще меньше что внутри внутри расположен qualcomm узкий процессор с тактовой частотой 650 мегагерц он одноядерный 32 мегабайта оперативной памяти и конечно же вай-фай модуль 2 и 4 гигагерца с мощностью передатчиков 22 децибела и с двумя встроенными вай-фай антеннами на полтора децибела каждая благодаря такой ничем в принципе не примечательной начинки роутер в состоянии обслуживать до десятка беспроводных клиентов обеспечиваем скорость подключения ограниченную стандартом 802 11 м 300 мегабитами в секунду ну собственно 10 пользователей которые будут выжирать сразу по 300 мегабит для него конечно же перебор но 2 3 он обслужит вполне комфортно на роутер установлена роутер с level 4 что обуславливает его немыслимую как всегда функциональность ну как мы знаем роутер микротик в принципе славится своим очень широким функционалом этот роутер не исключение на нем установлена точно такая же операционная система как на любом другом роутере семейства микротик в том числе ccr серии которые там и по 2 и по три тысячи долларов стоят и он может обеспечить весь тот функционал который может обеспечить роутер за 3000 долларов или там случае циска и за 30 до правда с поправкой на его технические характеристики то есть естественно конечно он не может работать в качестве операторского спф роутера или там допустим терминировать несколько тысяч ппп сессий но тем не менее он программно в состоянии выполнять любую из этих задач самое примечательное свойство этого роутера это конечно же его цена при вот таких вот компактных размерах и скромной начинки он и стоит конечно очень скромно всего порядка 20 долларов сша по состоянию на февраль 2020 года этот же роутер очень многие операторы связи в том числе ростелеком рене дом ru закупают для своих сетей массово расставляют их пользователям за счет чего он собственно и обрел эту бешеную популярность с точки зрения позиционирования хоплайт можно устанавливать в небольших квартирах ну как правило в пределах 30 может быть 40 квадратных метров и его вполне достаточно если достаточно грамотно его расположить то он покроет всю квартиру вай фай сигналом да это будет 2 и 4 гигагерц да это будет всего до 300 мегабит в предусмотренных 802 11 н стандартам или вай фай 4 как сейчас его принято называть но тем не менее для небольшой квартир или апартаментов его вполне достаточно собственно давайте взглянем на его программную оболочку посмотрим как выглядят его настройки и протестируем его производительность по вай фай для настройки роутеров компании микротик мы традиционно рекомендуем использовать не их родной веб-интерфейс а фирменное программное обеспечение под названием винбокс собственно скачать его можно с сайта микротик точка ком из раздела софтвера и прямо на самом верху винбокс можно выбрать 32-битную или 64-битную версию сейчас кстати винбокс выпускается в том числе и под mac os поэтому стало весьма удобно конфигурировать эти роутеры практически из любой программной среды у меня винбокс уже скачан собственно вот он после того как мы его запускаем роутер становится практически сразу виден в вкладке neighbors то вот собственно его модель и вот его серийный номер по вот таким вот признакам у нас в сети еще есть какие-то соседние девайсы но нам они сейчас не интересны кликаем на его mac адрес потому что если мы кликнем на ip адрес он будет подключаться именно по ip и нажимаем кнопочку connect потому что данные пользователя по умолчанию это админ без пароля нажимаем connect и собственно нам открывается интерфейс винбокс интерфейс самого роутера давайте я сделаю просто очень беглый такой обзор вообще его функциональной части на что он в принципе способен у него есть во-первых quick set на сегодняшний день достаточно уверенно работающий инструмент в quick set и можно выбрать режим работы то ли он будет вас бриджом то ли роутером можно выбрать режим работы роутер или бридж режим работы с интернетом автоматическое получение ip адреса статической или ppp в е можно выбрать лимиты на оплот и download скорость локальный ip адрес который используется на роутере по умолчанию здесь же можно задать включить или выключить dhcp сервер включить или выключить над задать роутеру имя и задать пароль это собственно quick set но его мы традиционно не используем по умолчанию сейчас роутер уже сконфигурирован для нормальной работы с интернетом правда при условии что провайдер отдает вам ip адрес по dhcp то есть в принципе после подключения роутера к провайдеру в первый порт и в любой из других портов к компьютеру он уже начинает работать дальше есть конфигурилка интерфейсов здесь выводится все его коммуникационные интерфейсы вай-фай четыре порта ethernet и powerline который может использоваться совместно с powerline адаптерами компании микротик и есть интерфейс листы ван и ван есть порты ethernet вот они все четыре собственно и два из них активные в первый у меня подключен интернет во второй мой компьютер туннели и у айпи айпи туннели игры и туннели в ван и вирпи бондинг лте и так далее в общем полноценная такая система управления интерфейсами разделе wireless настраивается вай фай давайте сразу провалимся вай фай и настроим его в вкладке wireless выбирается режим работы если мы хотим чтобы это было просто . доступа то есть сдается режим работы ap bridge сдается ssid пускай будет микротик 2 и 4 гигагерца выбирается кантри код выбирается частотный диапазон в котором он может работать регулятори домейн предусматривает использование тех частотных диапазонов которые доступны именно в этом кантри коде тип инсталляции линдорное аутдорное усиление антенны и пропускная способность вай фай которую мы можем лимитировать собственно применим настройки все теперь роутер уже раздает вай фай его видно вай фай устройством пароль от сети вай фай задается в вайрлес security profiles здесь можно провалиться в профайл 1 например динамик кейс и задать какой-то пароль ну пускай будет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 допустим все теперь роутер умеет раздавать еще и вай фай в том виде в котором нам это было нужно сейчас я собственно это проверю с мобильного телефона и сниму скриншот что эту сеть стало видно что касается прочих настроек в роутере можно настроить bridge самый разнообразной сложности самых разнообразных конфигураций можно настроить ppp с подключением можно настроить ppp серверы l2tp сервер open vpn сервер выполнить сканирование ppp oe здесь же задаются пароли здесь же создаются security профили ограничивающих в том числе подключение клиентов по признаку использования конкретных алгоритмов шифрования и тому подобное есть меню switch который служит для управления коммутатором есть меню mesh который используется для создания сетей mesh и для подключения к сети mesh этого роутера громадное меню ip в котором можно управлять арп таблицей можно считать трафик можно задавать айпи адреса можно выполнять подключение каким-то облачным сервисом типов один dns dhcp клиент dhcp relay dhcp сервер dns сервер firewall в нем же настраивается над собственно типовую настройку роутеров микротик мы с вами уже рассматривали в отдельном ролике ссылка на него будет вот здесь наверху зарекомендуем ей же и воспользоваться для того чтобы выполнять настройку в данном случае мы просто обозреваем так сказать админ панель возможности ее настройка hotspot она настройка айпи сек настройка родительского контроля просмотр соседей роутеров микротик настройка айпи пекинга настройка пулов dhcp адресов маршрутизация с нмп и настройка сервисов которые поддерживает роутер кстати говоря можно сразу же их подключать все лишние что называется во имя безопасности оставить только винбокс живым общие настройки протокола айпи сокст и ftp трафик флоу включение выключение юбин пи в прокси и так далее для взрослых каких-то инсталляции ну которые конечно же нет не прочесть микротик хаблайт есть поддержка мплс есть также меню роутинг в котором можно настроить протокол динамической маршрутизации в меню систем настраиваются все системные параметры роутера здесь же выполняется его перезагрузка команды reboot здесь выполняется его шутдаун здесь создаются какие-то скрипты здесь включается watchdog и вот то что нам важно да вот не устану повторять что называется users давайте сразу же провалимся в админа и зададим ему пароль потому что тот пароль который дефолтно используется в роутере он пустой есть настройка очередей есть доступ к файловой системе роутеров которые мы можем создавать backup и выгружать их загружать их сюда и тому подобные вещи делать значит есть логи есть настройка радиус сервера есть некие тузы кстати операционная система роутер с оснащена достаточно большим количеством различных утилит для работы с сетью айпи сканерами флотилками пинговалками тестерами скорости передачи данных тестерами скорости пингов sms трассировка маршрута трафик генератор трафик монитор и так далее в общем осваивать здесь можно переосваивать прямо до глубокой старости есть конечно же возможность управлять роутером в интерфейсе командной строки я туда залогинюсь вот собственно все настройки которые можно выполнять в графическом интерфейсе винбокса можно также выполнять через интерфейс командной строки но существуют апологеты такого рода решений плюс есть некоторое удобство в этом то что сюда можно выдать целый скрипт который сразу же загрузит готовую конфигурацию роутера чем активно пользуются например оператора связи есть возможность создать файл subout риф и он обычно используется для обращения в техническую поддержку компании микротик есть мануал есть возможность запустить новый винбокс ну и все и выход в общем если вкратце резюмировать интерфейс роутера микротик любого не только хаплайт но вообще любого то он мне первую очередь и то чтобы напоминает но скорее сигнализирует о том что это интерфейс запуска космического корабля потому что реально меню очень много они все очень обширные внутри каждой вот подменюшечки вот кнопочки какой-то там существует еще миллион различных параметров да вот вот например создание нового правила на тогда посмотрите какая вариативность сколько параметров сколько можно всего понастраивать да вот там десятки сотни различных параметров то есть гибкость настройки роутера предусматривается какая-то совершенно колоссальная немыслимая и совершенно не конкурентно способны но точнее наоборот конкурентов у микротик с точки зрения гибкости настроек его их просто нет ну и собственно давайте последним аккордом протестируем скорость передачи данных в 2 и 4 гигагерца у нас используется канал интернет в 500 мегабит вот давайте посмотрим сможет ли роутер выкачать максимальные 300 на которые он способен в рамках поддерживаемого набора протоколов 802 11 эти открою меню вайрлес и открою меню регистрации чтобы было видно что здесь есть вот мой мобильный телефон не подключение кстати еще не не установилась но изо всех сил устанавливается так я сейчас подключился своим мобильным телефоном к роутеру по вай фай вот видно мою регистрацию значит я получил канальную скорость 130 мегабит секунду подключился на канале шириной 20 мегагерц кстати говоря от роутера я нахожусь буквально в полутора метрах ну и запущу сейчас спид тест видно на что роутер действительно способен в обычной такой домашней теплой ламповой атмосфере без каких-то не было изысков и сложных сценариев у меня канал связи с интернетом обеспечивает 500 мегабитное подключение по проводу я могу эти 500 мегабит увидеть вполне но вот по вай фай при нахождении от роутера где-то в полутора метрах у меня получилось максимум 45 с половиной мегабит секунду на загрузку и что-то около 50 на отдачу да ну сейчас немножко до 60 раскочегарилась вот таким вот образом и давайте заодно посмотрим действительно спид тест ну и по проводу как видите роутер не готов вылезти за пределы 100 мегабитной скорости то есть ближе к пятидесяти где-то одну десятую часть скорости интернета он в состоянии отдать ну вот зато upload примерно до 100 мегабит разогнался как видите и по проводу он выдает где-то десятую часть от скорости интернета ну маломощный бытовой роутер подойдет какой-нибудь пенсионерки которая будет стримить на youtube какой-нибудь свой пенсионерский контент там как выращивать рассаду или там готовить блинчики и пирожки но наверное для более требовательной публики роутер все-таки слабовато вот собственно мы с вами познакомились с тем на что способен микротик hoplight завершая наш обзор еще раз напомню что цена на этот девайс составляет всего порядка 20 долларов сша на российском рынке что делает его вполне доступным решением для небольшой квартирки или апартаментов в том числе для какой-нибудь пенсионерки которая вот приобретя такой девайс вполне может начать стримить какие там какой-то моднейший контент на youtube там и так далее собственно наша оценка данного девайса она вся конечно же сквозь призму его ничтожной цены но тем не менее заслуженные четыре звезды мы ему ставим всем спасибо за внимание всем пока